Да, так дела не пойдут. Всем привет, доброе утро. Давайте собираться вместе. Я уже нанесла свой уход. Сейчас пробую такую своеобразную диету для кожи. И в основном использую эти средства утром. Это корейский бренд Pyunkang Yul. Если я правильно это произнесла. Это увлажняющий тоник и такая базовая, очень увлажняющая сыворотка, которую я наношу в качестве основного ухода. И еще, как видите, на мне патчи. Потому что все плохо, дети ложатся спать очень поздно. Потом как начнешь что-то делать. А утром надо просыпаться в одно и то же время. То есть около 7-6.30. Короче, не высыпаюсь и появилась тоже какая-то сухость под глазами. И вот эти вот патчи от Lancome мне прям очень сильно нравятся. Они даже рядом не стояли. Нет, точнее патчи от Shiseido даже рядом не стояли. Вот эти очень сильно увлажняют. Они прям такие жирненькие. Ну то есть плотные. И очень хорошо пропитанные. Их надо прилепить где-то на полчаса как минимум. И потом вы увидите, что кожа сразу так посвежела. И мне кажется, что такие патчи это прям спасение в таких ситуациях, когда ты чувствуешь, что на лице Сахара. Сегодня я попытаюсь повторить макияж, который был на мне в инстаграм. Он понравился многим из вас. Не знаю, что из этого получится. Так как в тот раз мы просто собирались на свидание с мужем. Я впервые пользовалась палеткой от Максиночки. Это польский блогер, которую она создала вместе с Makeup Revolution. Я за нее заплатила около 12 долларов. И насколько мне известно, она будет доступна в продаже не только в Польше, во всей Европе. И здесь вот 9 теней, бронзер, хайлайтер и румяна. Ну что, давайте начнем. Я возьму бюджетную помадку для бровей от марки Vibro. Сказала, значит, такая о палетке. И теперь будет оформлять брови. Просто мне так удобнее, когда я сделаю рамку моего лица, то есть брови. Мне потом будет от чего отталкиваться. Ну, в общем, сегодня как-то так. Так, кисточка у меня от Суива, я считаю, что это самая лучшая кисть для подводки, для оформления бровей номер 317. Набираю небольшое количество, чуть не сказала пасты, помадки для бровей. Дальше распределяю это все в крышечке, чтобы снять излишки. И оформляю брови. Мне не хочется, чтобы брови были прям слишком активными. Так что я только чуть-чуть докрашу. Видите, у нее хорошая пигментация, несмотря на то, что у меня самый светлый оттенок. Я думаю, что разница уже заметна. И теперь остатками того, что есть на кисточке, я просто прохожусь у основания бровей. И потом не говорите мне, что макияж не творит чудеса. Теперь мне понадобится база под теню. У меня вот Kiko из какой-то лимитированной коллекции. Но она мне очень нравится, поэтому я часто ею пользуюсь. Но все-таки самая классная это MAC. Сейчас даже специально ее сюда принесла. Выглядит она вот так. И на нее всегда можно рассчитывать. Я возьму самый светлый оттенок из палетки Makeup Revolution и нанесу на все веко. Эти тени более мягкие, чем все остальные Makeup Revolution, которые я пробовала. Но они могут осыпаться. И они, в принципе, неплохо тушуются. Но чего-то вау я бы от них, конечно, не ожидала. Все-таки я вижу огромную разницу в тенях, которые подороже и подешевле. Бывают исключения, но это не тот случай. Я не жалею, что я купила эту палетку. Но гоняться за ней, так как делают некоторые в Польше, я бы не стала. Оттенком Ash из той же палетки чуть-чуть подравниваю вот нижнюю границу бровей. Классный цвет для этого. Оттенком Ash, видите, вот они пылят. Прорисовываю складку века. Вы можете пользоваться любыми тенями, которые есть у вас. Я беру такой серо-коричневый нейтральный оттенок, который просто хорошо подходит в складку века. Не прилагая никаких усилий, тени вот растушевались. Немножко вытягиваю. Девчонки, мне так приятно, что вы замечаете разницу в качестве съемки. Я, конечно, в последнее время заморачиваюсь, но еще не знаю, как конкретно реагирует моя камера на все движения и изменения. Поэтому спасибо, что вы терпите. Серьезно. Я стараюсь, но с переменчивыми успехами. И вот правда, огромнейшее спасибо, что вы радуетесь вместе со мной каким-то моим маленьким успехом. Сама вот эта палетка выполнена из черного картона, поэтому она выглядит таким образом и, к сожалению, уже перестала отмываться. Вы знаете, наверное, за 12 долларов очень сложно будет найти что-то более качественное, так как здесь вот прям много средств. И так, как я сказала, я не жалею, что купила. Ну и тем более поделюсь с вами своими впечатлениями. Теперь беру менее объемную кисть. Это тоже ЦИВА. Номерок я укажу внизу и набираю вот такой кирпичный оттенок. Стряхиваю. И вот прорисовываю как бы самую глубину складки века, то есть вот прям где ямочка. Вот здесь. Чем дольше я пользуюсь этой палеткой, тем как бы больше прихожу к выводу, что все-таки за 12 долларов, наверное, сложно будет найти что-то именно в вот таком формате. Матовые цвета здесь, конечно, обалденные. Я набрала совсем чуть-чуть. И гляньте, как растягивается этот цвет. Я практически ничего не делаю кисточкой, как будто топчусь на одном месте. На секундочку вернусь к предыдущей кисти и оттенку и сразу накрашу нижнее веко. Сделаю это так не скромничая для того, чтобы смоуки айс не сделали мои глаза меньше. Мне, в принципе, можно меньше. Но мне нравится, когда у меня большие такие выразительные глаза. Уменьшать я их не собираюсь. Только не пугайтесь, я буду набирать разные оттенки теней, для того, чтобы в конечном итоге мои серо-коричневые смоуки не смотрелись какой-то грязью. Теперь беру вот такой фиолетовый. Я сама не ожидала, что буду пользоваться таким цветом. И теперь кистью-карандашом набиваю цвет именно у внешнего уголка глаза. Я не профессионал, не забывайте об этом. Но что-то там пытаюсь сделать. Что скажете, я больше не набирала цвет. Немножко подтушевываю предыдущей кисточкой, на которой был кирпичный оттенок. Уже не добавляя теней, остатками того, что есть на кисточке, я просто вот чуть-чуть прорисовываю нижнее веко. И все. Помнится мне, что дальше я брала вот этот оттенок. И честно, вот эти вот два мне совсем не понравились. Они смотрятся дешево. Вот эти тени неплохо набираются кисточкой, поэтому на помощь мне приходит старый добрый верный друг палец. Вот кисть практически чистая. Сколько бы я ее не возила по этим теням. И теперь начинаю впечатывать этот оттенок. Ну, вот знаете, как бы неплохо, но все равно, видали и получше. Вот. Хотя на пальце, конечно, сводч просто невероятный. Дальше я сделала то, чего не планировала. Взяла черный оттенок, плоскую кисть и начала впечатывать в веко. Гляньте, одно касание. Так, и теперь главное не переборщить. Просто вот такими вбивающими движениями наношу цвет. И вот тогда я подумала, что 12 долларов, говорите, да? Вы мне хотите что-то сказать? Потому что у меня сюда как-то пропал дар речи. При помощи той же кисточки-карандаша я чуть-чуть подтушевываю границы. Буквально граммулечку. Добавляю черный цвет во внешний уголок. Мне хочется прям так, знаете, вытянуть глазки. Сделать их миндальными. Для еще более плавного перехода беру кирпичный оттенок и углубляю складку. Таким сероватым оттенком прохожусь по внешнему уголку нижнего века. Чистой кисточкой чуть-чуть прохожусь по границам, но все ненужное мы и так сейчас уберем. Все то же самое я проделала на правом глазу. Сейчас только добавляю тени там, где мне кажется чуть-чуть не хватает. Патчи подсохли, начали скукоживаться, поэтому я их сняла. Посмотрела также запись видео. И вы должны учитывать, что в жизни этот макияж еще более насыщенный. Дайте мне еще несколько недель. Я, конечно, до уровня Десси Перкинс не дойду. Но хотя бы будет гораздо лучше, чем есть и чем было. Теперь вот не переживайте по поводу растушевки внизу или где-то здесь сбоку. Сейчас нанесу тональный крем, все подчистим, все будет красиво. А да, если вам кажется, что вот этих теней абсолютно не видно, медных, то вы абсолютно правы, зачем я это сделала. Не знаю, наверное, для того, чтобы показать вам и проделать все то же самое, что я вытворяла с этой палеткой, когда собиралась на выход. А то вдруг не получилось бы. Крашу реснички и едем дальше. Завеваю реснички. У меня это шоу Оэмура. Зажим. И тушь XXL от Luxe Visage. Я всегда наношу тушь в два слоя. Мне так больше нравится. А для такого макияжа, чем больше ресниц, тем лучше. Сразу такие глазища, да? Вот я вам говорю, если делаете макияж в обратном порядке, то есть сначала глаза, потом тон и все остальное, то сначала кажется, что на глазах вообще какая-то грязь и непонятно что, но потом, когда заканчиваешь, так довольно неплохо. Так как макияж у меня однозначно вечерний, я буду использовать более плотный и стойкий тональный крем. У меня сухая кожа, так что вот этот All Hours от Yves Aloran, это просто моя любовь. И честно говоря, все тональные средства этого бренда я боготворю. И они дают, ну, такой неповторимый эффект на коже. Он не сравнится ни с чем другим. Если вам нравится что-то более матовое, но все еще стойкое, хорошо перекрывающее, то обратите внимание на мак. Это классический Studio Fix. Вот это просто беспроигрышный вариант. Но я сегодня воспользуюсь вот этим, потому что именно он был у меня на фотографии. Небольшое количество наношу при помощи спонжа. Что за звуки? И запах у этого тонального крема. Ну, не знаю. Люблю я Yves Aloran. Что тут сказать? Осторожненько все наношу. Вот как так? B40 зимой мне темноват, а сейчас светловат. Тогда я пользовалась консилером от Armani. К сожалению, он у меня закончился. Покупала два раза и еще куплю не раз, пока бюджет будет позволять. Так как это один из лучших консилеров, которые попадали в мои руки. Он хорошо все перекрывает. Не только область под глазами. В принципе, можно наносить на несовершенство. Он не сушит кожу. Он не создает морщинки там, где их нет. Знаете, бывают плотные консилеры, которые настолько некрасиво оседают на коже, что сразу выглядишь на 5-10 лет старше. И, ну, вот это для меня просто номер один. Или Too Faced мне больше нравится. Ну, в общем, вот этот один из лучших. И сегодня я буду пользоваться консилером от L'Oreal. Называется он Latouche Magique. Он у меня в довольно загорелом оттенке. 3,5 и желтоватый такой. Вообще, мне нравятся желтые консилеры. И растушевываю все прям аккуратненько при помощи бьюти-блендера. Я аж сама не дышу, девочки. Чтобы ничего лишнего тут не закрасить. У меня вот тут есть неровность. Как-то хочется ее и закрасить. С одной стороны. Ну, вот из-за нее, блин, тушевка не выглядит ровной. Ладно. Оставлю в покое все это дело. И со второй стороны. Этот консилер очень похож на Nars. У меня был и тот, и другой. И как по мне, они прям, ну, максимально одинаковые. Одна из лучших пудр. Это Too Faced. Рассыпчатая. И еще мне нравится Canebo. Давала подружка попробовать. В этот раз подарю вам. А себе сама куплю. Вот прям очень впечатлила. Она такая мелкодисперсная. Пудру я наношу под глаза и на Т-зону. Купила себе знаменитую кисть для пудры от EcoTools. И она, конечно, обалденная. Девчонки, если у вас нет мягкой, большой кисточки, то вот это вот, это просто находка. Не зря ее так хвалят все, любят. Вот она классная. На 100% соответствует всем моим требованиям. Вот так. Конечно же, я должна согласиться, что это не самая плавная тушевка в мире, но и не только же все самое дорогое показывать, чтобы вы тоже понимали, что можно сделать при помощи вот таких недорогих средств. Да, и не ожидали от них чего-то запредельного. А вообще-то многие люксовые тени себя ведут точно так же. И потом вот реально обидно. Мне осталось нанести бронзер, хайлайтер и помаду. Бронзер я возьму и с той же палетки. И если бы Мейкап Революшн выпустили такой же бронзер в отдельной упаковке, я бы купила его и пользовалась, не знаю, как долго. Он прекрасный, честное слово. Он и не слишком рыжий, и не какой-то чрезмерно холодный. Так что беру кисть, просто как обычно все, короче, выполняю. Что тут рассказывать, вы и так все знаете. Мне вот очень нравится, что он такой нежный, его можно наслаивать, но при этом светленькие девочки смогут им пользоваться в любое время года. А то, знаете, бывает такая пигментация, что бац, поставила пятно, еще и не растушуешь. Это вот не тот вариант. Достаточно, да? Чуть-чуть на висок. На один и на второй не мешало бы. И забыла вам сказать, что этот бронзер еще и матовый. И любой кистью его можно без проблем нанести. Он никогда не пятнит. Ну, короче, классный бронзер. Вот. Немножко нанесу на подбородок и на нос. А то все мне сейчас светловато. Даже чуть-чуть вот остатками прохожусь по всему лицу. Проверяю, микрофон работает или нет. Тут что-то как-то я неожиданно подзагорела с SPF 50 на пляже. Хайлайтер тоже возьму отсюда. Не понимаю, почему кто-то может на него жаловаться. Это дорогая кожа. Так что наносим на лицо. А вот в уголок глаза я возьму что-то более сияющее. Я такие хайлайтеры очень люблю в дневном макияже, чтобы издалека не было видно, что я вся такая нахайлайтилась. Чуть на нос. Ну, может на вечер этого недостаточно. Ну, лично для меня окей. Тогда на мне была помада от бренда Tom Ford в оттенке 13 Blush Nude. Но вторая любимица из категории нюдовых на каждый день, не сушащих под любой макияж, это, конечно же, MAC Modesty. Я много использовала. И как только закончится, я тут же побегу за второй. Наношу Tom Ford. Это единственная помада от этого бренда, которая у меня есть. И нот классика жанра. Я понимаю, за что ее так любят. Интересно, вы это слышали? Ну, я просто живу в тропиках, как бы. Это небольшой сарказм. Просто у нас какая-то странная погода. Прогноз погоды от оси должен быть. Уж простите. Короче говоря, когда на улице жарко и, типа, должна быть буря, она иногда есть, иногда нет, но влажность повышенная. Поэтому сейчас с моей новой стрижкой я довольно часто вытягиваю волосы утюжком. Идет запись или нет? Идет. Окей. И вот кто спрашивает, жалею ли я, что я обрезала волосы? Абсолютно нет. Я докуплю средства для укладки, которая у меня закончилась. И обязательно сниму для вас свою повседневную собиралку. Сейчас, чтобы полностью завершить мой образ, возьму хайлайтер. Это Nars for the France. Обалденный. Вот он сияет, не знаю, как полярная звезда. Набираю на кисточку и чуть-чуть нанесу в уголок глаз. И больше штукатурки я уже не докладываю. Мне кажется, что достаточно. Девчонки, издалека, даже вблизи, никто никогда в жизни не скажет, что большая часть моего макияжа выполнена бюджетными средствами. И брови, и глаза, и скульптурирование. И, в принципе, можно присмотреться к любой палетке от Makeup Revolution и выполнить такой макияж. Контурирование вы сможете сделать при помощи даже средств Vivienne Sabo. У них есть классное средство. Палетки от Vivienne Sabo. Еще у Luxe Visage есть классное. А вообще, спасибо тем, кто сомневался в моих способностях и в том, что из того, что было сначала, хоть что-то получится. Спасибо, что вы остались до конца. И помните, девчонки, если вы только начинаете. Вот я самоучка, да? И у вас не получается, то пробуйте, пробуйте, пробуйте. Не останавливайтесь, никого не слушайте. И когда-то что-то симпатичное получится. Я в вас верю. Если я смогла выжать из бюджетной палетки довольно неплохой макияж, то у вас тоже обязательно получится. Ну и, конечно же, обещанный конкурс. Вы сейчас, наверное, сидите и думаете, блин, с макияжем она другой человек. Я с вами абсолютно согласна. Простите, открою палетку, которую буду разыгрывать. Потому что, ну, по-другому я не смогу вам ее показать. Мои самые верные, щедрые партнеры Makeup.io. Вы знаете, что это самый крупный интернет-магазин косметики в Украине. Сейчас есть Makeup.pl, они отправляют по Польше. И Makeup Store отправляют в Россию. Они предложили мне выбрать какую-то новую косметику, что-то там потестировать. У меня, как вы понимаете, вагон и чуть-чуть, в принципе, можно даже отгружать. Поэтому я решила выбрать для вас какие-то классные средства и порадовать одну из вас. Я всегда за то, чтобы делиться, за то, чтобы кому-то доставить радость. И мы с вами стремимся к тому, чтобы когда-то у меня была возможность порадовать каждую мою подписчицу. Итак, первое, что можно будет выиграть, это целый набор для создания вот такого макияжа. Только я выбрала все подороже. Я буду пользоваться тем, что у меня есть. У меня есть и дорогое, и бюджетное. Но вот хотелось подарить что-то подороже. Это хайлайтер Dior. Я сейчас его распаковала. Я вам завидую. Серьезно. Блин, это очень красиво. Вау. Хайлайтер. Я взяла самый светленький. И он сразу идет с кисточкой. Ну, вы видели, да? Я вспоминала пудру от Sensai. Она самая мелкодисперсная. Она прозрачная. Она универсальная для закрепления макияжа. Для того, чтобы ваш макияж гарантированно продержался с самого утра и до поздней ночи, я сама куплю себе такую пудру. Я уже себе пообещала, пропустила акцию на нее. Ну, в общем, целую полноразмерную баночку разыгрываю среди вас. Это еще не все. Секунду. Если вы только знали, как сильно я люблю выбирать, а потом еще и дарить подарки, но это непередаваемое ощущение. В Польше относительно недавно, то ли год, то ли полтора тому назад, ну, во всяком случае, тогда я узнала о существовании бренда Affect, который производится под руководством одного из ведущих визажистов на территории Польши. Зовут ее Каролина Матрашек. И сейчас у них в линейке есть не только тени, а разные там бронзеры, всякое такое. Если вам будет интересно посмотреть отдельный ролик только о польской косметике, не именно этого бренда, а вообще, напишите, пожалуйста, я с удовольствием что-то такое сниму. Может, Makeup.ua меня поддержат. Вот это одна из самых востребованных палитр от бренда Affect. Я пробовала ее у своей подруги. Она замечательная. Здесь настолько универсальные оттенки. Они матовые, они шикарные. И я вам тоже хотела бы такую, сколько можно иметь базовых палеток, но мне все еще до сих пор хочется пробовать что-то выискивать и делиться с вами чем-то новым. Так что себе тоже хочу купить вот это следующий элемент подарка, который мы разыгрываем. Едем дальше. Универсальная база под тени, на которой все прекрасно держится, растушевывается и при этом она не сушит веки. Бренд Debalm. Я не помню, я рассказывала о ней или нет. Если вдруг где-то там пропустила эту информацию, то вот еще раз повторяю, она очень классная. И универсальный нюд. Тоже как-то говорила. Вообще, это линейка у клиник. Ну, мне придется все распаковать, но я ничего не сводчу, не пробую, не переживайте. Я с этой помадой знакома не понаслышке. Тоже нюд, который подойдет каждый из вас, чтобы вы тоже смогли сделать такой же макияж, как сегодня на мне. Это все. Да, девочки, на этом все. Я надеюсь, что вам понравился мой выбор подарков. И вы с удовольствием поучаствуете в нашем конкурсе. Если вам понравился макияж, то также не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. И таким образом я также получаю от вас дополнительную мотивацию, чтобы выискивать что-то недорогое, но классное для себя и для вас. Все. Всех целую и обнимаю. Хорошего, яркого, позитивного летнего настроения каждой из вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok